Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Дмитрий Подлесной. Смотрите сегодня в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он выгоден будет для тех людей, которые нуждаются срочно в квартирах. Причем этот список строго ограничен. У нас ведется это отделом. Шевченко Алла Юрьевна занимается всеми этими вещами. И получается, одна комнатная квартира будет в целом, мы считали, стоить от 7 до 9 тысяч рублей, судя по квадратуре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Югре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, на прошлой неделе начал работу третьей в Югре Кванториум в Югорске. Кроме обещанных еще трех в 2017 году планируется расширить работу уже действующих в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, ежегодно на площадке детских технопарков будет реализовываться все больше проектов. Важно одновременно отслеживать их эффективность. Понимать, насколько эти вложения в инфраструктуру конвентируются в знании достижения наших детей. Задачи здесь предельно четкие. Например, не менее 20% воспитанников Кванториума должны стать участниками федеральных и международных соревнований, а также Олимпиад естественной научной и технической направленности. Не дожидаясь Кванториума, в Сургуте стартовал инновационный образовательный проект «Школа Эдиссонов». Процедура лицензирования пройдена. Необходимое оснащение приобрели педагоги, готовы к работе. Юные техники уже посетили первые занятия. В чем особенности новой площадки узнала Ольга Нахаева. Ярославчик Мазов конструированием занимается с первого класса. За два года мальчик многому научился. Правда, признается, раньше на долгожданные занятия ездить приходилось далеко. Теперь с появлением новой площадки станции юных техников на Кукуевицкого-2 дополнительное техническое образование стало доступнее для 300 детей из близлежащих школ. Мне нравится тут из лето конструировать или из шкуна. Можно конструировать по своему желанию или как инструкция делать. Важно, что это не просто филиал или очередная площадка станции юных техников, которых, к слову, в городе три. Особенность в том, что здесь начали реализацию самого главного проекта «Школа Эдиссонов». В него включены несколько образовательных программ. 3D-принтеров, которые мы здесь поставили, он будет обслуживать две программы. И 3D-моделирование, и «Школа Эдиссонов». Также, что касается интеллектуальных конструкторов, которые используются у детей в школе из бритателей, нечто аналогичное будет в школе конструирования. То есть здесь, в принципе, у нас будет центр, в котором сосредоточены программы, связанные между собой, логические. Современные конструкторы, 3D-принтеры и 3D-сканеры. Новая площадка оснащена всем необходимым. Юные сургутяне с 5 до 18 лет получили возможность участвовать в реализации новых интересных проектов. Возможно, для кого-то это станет основой для будущей профессиональной деятельности. Действительно, это сегодня бренд нашего города, который позволяет вот такие инновационные проекты презентовать уже от имени города, войти в реестр лучших окружных программ, а значит, выстроить в перспективе нашим детям возможность и такое продвижение к инженерным специальностям, которые тоже, вы знаете, сегодня очень востребованы в нашем городе. Освоение предлагаемых программ – переход от пользования современными гаджетами до понимания принципов их работы, самостоятельного проектирования и изготовления электронных устройств. У нас два направления – начальная робототехника и творческое объединение – юный изобретатель. Юный изобретатель у нас начальное техническое моделирование, конструирование. Работаем мы с конструктором фишер техник, начальные азы электротехники, механики, статики. А дальше уже дети занимаются начальной робототехникой, программированием, конструированием роботов и робототехнических устройств. Стоит отметить, что интерес к техническому творчеству сегодня растет. Подобные занятия востребованы среди детей. Я люблю Лего, но у меня такого дома нету Лего, и я сюда хожу. Я собираю джип из Лего. Это очень даже интересно сидеть и собирать по своей фантазии разные машины, роботы, может даже разные постройки, которых не существует в нашем мире. Может быть, просто это очень даже интересно, заниматься вот таким вот интересным делом. Кстати, количество человек в группе ограничено до 15 человек, чтобы педагог мог уделить внимание каждому. Занятия проходят два раза в неделю по два часа. Ольга Нахаева, Юлия Бабюнышева, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. В городе завершился годовой проект «Сургут. Наш общий дом». Финальным мероприятием стал концерт «Россия народом сильна». В нем приняли участие 17 национально-культурных центров. Тему продолжит Виктория Дрягина. Проект «Сургут. Наш общий дом» проходит в городе уже третий год. 2016-й стал рекордным по числу участников. Организаторы начали с 8 культурных центров. В этом году их уже 17. В рамках его прошли праздники «Наврус Байрам» и «Ах, это свадьба». Финальным аккордом стал концерт «Россия народом сильна» при участии национальных объединений города. Мы подумали о том, что Россия сильна народом. Народ – это прежде всего семья. А семья держится на единстве, на своей культуре, на сохранении национальных корней, традиций. А лучше всего традиции просматриваются именно в творчестве, в песнях, в плясках, в костюмах. На территории округа проживают 186 национальностей. За три года проект уже объединил многие национальные культурные центры, в том числе и их детей. Специально к празднику дошкольники подготовили выставку рисунков. Это дети разных национальностей. В их работах можно увидеть весь колорит людей, проживающих на территории нашего города. Праздничный концерт открыло выступление фокусника из Таджикского национально-культурного центра. Этот праздник необходим в городе Сургуте, так как оно воспитывает в наших детях, в детях горожан Сургута, любовь к другим народам. Мы показываем свою культуру, свои традиции, чтобы жители Сургута знали, что есть такой древнейший народ. Познакомить жителей Сургута с традициями народов, проживающих в городе. Главная цель национально-культурных центров. Они приходят в гости к русским в дом, принося свои подарки, творческие номера. Это песни и танцы. Тепло родного очага, трудолюбие и воспитание подрастающего поколения старались отразить в своих номерах творческие коллективы. Главной темой концерта стали семейные ценности, которые едины для каждого народа. Виктория Дрягина, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Сделать ставку на детей. В Сургуте состоялся второй туристский форум. Специалисты в этой сфере собрались, чтобы обсудить перспективы развития отрасли. Многие из чиновников пришли к выводу, что проще воспитывать югорских путешественников с детства, чем привлекать взрослых туристов из другого региона или из-за рубежа. Днем ранее в Сургуте презентовали два детских туристических маршрута. Эксперты обсудили также сложности при привлечении инвестиций. Я считаю, что инициатива в развитии туризма должна быть от наших бизнесменов, вкладывающих деньги, что это бизнес и тут тоже будет отдача. И второе, мы уже при поддержке государства, всех органов власти, всех структур, должны развивать детский туризм. Вот когда мы делаем прививку нашим детям, что отдыхать у нас в стране, в нашей территории интересно, красиво, уютно, пускай они отдыхают где угодно, но свою страну они посмотрят. Вечерка против вечеринки. Сургутской филармонии спела Кристина Руденченко. Или, вернее сказать, поведала о том, как сибирская деревенская молодежь веселилась в свободное время. Гости услышали колыбельные и плясовые, чистушки и душесчипательные песни. Концерт-лекция прошел в рамках фестиваля «60-я параллель». Кристина приехала из Санкт-Петербурга, хотя Сургут – ее родной город. Она окончила колледж русской культуры имени Знаменского. Зрители по достоинству оценили таланты, харизму, музыкальные дивы. А также узнали много нового о славянских традициях. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Следующий концерт в рамках фестиваля «60-я параллель» состоится в эту пятницу, 11 ноября. Выступит команда Сургута во главе с мастером саксофона Егором Трениным. Пять творческих мужчин свою авторскую концертную программу назвали «Танцы северного ветра». А уже 14 ноября состоится заключительный концерт фестиваля. В филармонии выступит государственный ансамбль скрипачей-виртуозы Якутии. Ребята летят из Нью-Йорка, были с огромным туром в Америке, дают концерт в Санкт-Петербурге и на следующий день работают в Сургуте. Волейбольный клуб «Газпром Югра» уехал в Казань. Там наша команда сыграет перенесенный матч пятого тура Российской Суперлиги против «Зенита». Казанцы, даже имея матч в запасе, являются лидерами турнирной таблицы. В шести матчах команда Владимира Олегна не потерпела ни одного поражения. «Газпром Югра» на седьмом месте. В последней игре сургутяне дома со счетом 3-2 обыграли оренбургский нефтяник. «С Казанью в Казани матч легким быть не может. Он будет тяжелый. Мне кажется, наоборот, мы должны войти будем в игровой ритм, наконец-то такой ровный. Поэтому мы сейчас были очень рваным. Две недели отдыхаем, неделю. Когда у нас пойдут игры стабильно, с периодичностью 3-4 дня, мы, наконец-то, будем, я думаю, чувствовать себя намного лучше. Не будет рваного темпа». Во Всероссийской Федерации волейбола отмечают превосходство «Зенита» над другими командами. Однако с декабря казанцам предстоит по два матча в неделю в связи с выступлением в Лиге чемпионов. А интрига в чемпионате России может вернуться ближе к стадии плей-офф. В этом году распределение медалей произойдет по итогам финала шести. Он запланирован в начале мая, место проведения пока неизвестно. «Газпром Югра» имеет все шансы на то, чтобы, как и в прошлом сезоне, бороться за медали. «Руфель Долгас Шахибуллин, для его тренерского штаба предстоит большая работа, чтобы воплотить тот план игры, ту форму игры, которую он хочет. Потому что, на самом деле, конечно, есть на чем бороться. Ушел, допустим, самая большая потеря – это Бакун, диагональный игрок, который приносил массу. Сейчас игроки другие планы. Но, в принципе, команда имеет огромный потенциал». Баскетбольный клуб «Университет Югра» в очередном туре Российской Суперлиги принимал на своей площадке оппонентов из Москвы. Клуб МБА после пяти проведенных матчей занимал место в конце турнирной таблицы. Столичные спортсмены сумели к тому моменту одержать только одну победу. И за счет успешного выезда в Сургут хотели существенно поправить свое положение. Университет находился на стадии выхода из кризиса. На старте чемпионата студенты потерпели три обидных поражения подряд. Потому победа нужна была каждой из команд. «Задача была закрыть периметр, закрыть ваших лидеров, чтобы были тяжелые атаки изнутри. Чтобы они не так хорошо, они очень хорошо атакуют с дальней дистанции броском. Очень много берут на себя в плане игры один в один. Была задача сдержать лидеров за счет периметра, за счет подстраховок и смен». Матч складывался очень непросто. Соперники постоянно сменяли друг друга в роли лидера. В начале третьей десяти минутки у сургутян случился небольшой провал. При весьма плотной игре гости вырвались вперед на четыре очка. И отыграть это отставание хозяевам удалось лишь за минуту до конца игры. 74-73. Третья победа подряд Сургутского университета в итоге. Следующий матч студенты проведут 19 ноября против Самары. «Составы у нас проблемы небольшие. Большие отсутствуют по разным причинам. Но это ненадолго. Ну, маленькая ротация, как бы, в этом и проблема. Вначале не попадали ничего в первой половине. Ну, как ничего, мало. А так, да и не нормально получалось все, более-менее. И парни просто нормальной командой играли. Моложе, игроков больше. У них стиль игры такой, как бы, на первых секундах атаковать. У нас более комбинационный, умный, а у них такой молодой выстрел. А на этом выпуск завершен. Впереди вас ждет еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании «Сургутинтерновости» по адресу indefisnews.ru. А я с вами прощаюсь. Берегите себя. В ближайшие дни в Сургуте похолодает. Пора приобрести модную шубку. Многие сургутяне уже знают, где можно подобрать теплую, красивую и качественную верхнюю одежду. В торговом центре «Союз» открыта ярмарка меха от Кировской меховой фабрики. Здесь можно подобрать обновку на любой вкус и кошелек. Шубы разнообразных фасонов и жилеты безупречного качества производятся на Кировской меховой фабрике при использовании материалов только отечественного производителя. На выставке представлен очень широкий ассортимент шуб из норки, нутрии, мутона, каракуля. Все изделия только отечественного производителя. На каждую модель мы предоставляем скидки, рассрочку и кредит. Мы приглашаем всех жителей Сургута посетить нашу ярмарку и выбрать себе шубку по душе. Кстати, по многочисленным просьбам сургутян работа ярмарки будет продлена до 13 ноября. Поэтому ценителям натурального меха стоит поторопиться. Совсем недавно коллекция пополнилась огромным поступлением норковых шуб. Спешите приобрести шубку по выгодной цене. С 7 по 13 ноября на втором этаже ТРЦ «Союз». Наш директор велел раздавать шубы по себестоимости, поэтому мы приехали к вам. Выставка продажа от Кировской меховой фабрики. Мы привезли вам скидки. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 08 08. Сапожки, ботфорты, ботиночки. На каблуке и без. На танкетке или сплошной подошве. Моделей в салонах «Жета» очень много. Спешите, зима уже близко. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральный. Открытый для всех, доступный каждому. Роскошь недорого. Сотни моделей золотых часов российской марки «Мига». Магазин «Золото». Улица 30 лет Победы 3. Телефон 24 12 20. Солене коллизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60 процентов. Беспроцентная рассрочка. Солене коллизионе осень и зима будут теплыми. Солене коллизионе – то, что действительно модно. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет Победы, ЛКСН 3, дробь 2. Телефон 37 6377. И о погоде на 9 ноября. Здравствуйте в студии Дина Кристи. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Вы купили «Алмак-01». Почему? Меня еще в советское время в санатории магнитами лечили. «Алмак-01» нужен, чтобы нормально ходить. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом «Алмак-01» компанией «Еломет». В ноябре успейте купить «Алмак-01» до подорожания. В аптеках «Планета здоровья», «Экона» и аптека «От склада». «Алмак» – высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях, создан для здоровья людей. В среду большая часть приобья будет под влиянием восточного крыла скандинавского антициклона. Поэтому в регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и морозная погода с температурным режимом на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Лишь на востоке и югры еще скажется уходящий циклон. Местами пройдут заряды снега. Ночью в Сургуте окрестностях переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в минус 20-25, местами до минус 28 градусов. Утром облачно, с прояснениями осадки маловероятны. На столбиках термометров около 23 градусов мороза. Днем также переменную облачность без существенных осадков. Направление ветра северное 2-7 метра в секунду. Температура 16-21 ниже 0. В магазине «Домашний погребок» скидка на борелки, анкерки, винные и дубовые бочки до 40%. Новое поступление банок для солений. Эх, зима, холода, без самовара никуда. Скидка на весь ассортимент самоваров 20%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 761 миллиметр ртутного столба. Чудо техники для зимних прогулок. Санки-коляска легко передвигаются и по снегу, и по асфальту. Детский вездеход, прогулки без забот. Санки-коляска такие только в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы. До свидания.